Здравствуйте, уважаемые любители моих рассказов про эволюцию человечества и особенно его мозгов. Ну, когда они проявляются. Речь идёт о том, что заканчивается 22-й год, и вроде бы как бы надо поздравить. Мне, конечно, в общем плевать на то, что там 500 лет назад пьяные итальянцы установили такое летоисчисление, и, в общем-то, жизнь человеческая измеряется событиями, а не датами. Поэтому мы, отдавая должное всеобщему психозу, связанному с Новым Годом, тем не менее должны подвести некоторые итоги. Значит, что же происходит? Как я и обещал много лет назад, и 10, и 5, и 3 года назад, сейчас происходит активный церебральный сортинг. К сожалению, из-за того, что у нас огромное количество дураков руководит нашим славным человечеством, я имею в виду весь земной шар, у нас, к сожалению, получается так, что без поножовщины не получается церебральный сортинг. Этим можно было, этого можно было избежать и обойтись более гуманными способами, но из-за отсутствия этого самого осмысленного церебрального сортинга у нас продолжается по старинке, то есть с уничтожением гомо-сапиенсов. К сожалению, это так. То есть физический отбор на самом деле неизбежен. Почему же это происходит? А это происходит из-за того, что чем дольше период без всякого серьезного искусственного отбора внутри популяции, тем больше накапливается людей, у которых очень много проявлений реверсивной конструкции мозга. Ну, той самой архаичной, которая, к сожалению, без душегубства жить не может. И чем более разнуданная свобода и демократия, тем больше накапливается этих красавцев. Нужно всегда устраивать соответствующий отбор, не в том смысле, что принуждать кого-то к чему-то, нет, а предоставлять возможность реализоваться вот этим самым, так сказать, эволюционно-древним формам поведения для тех, у кого они преобладают. Но людей с лимбическими формами мышления, их все время будет раздирать всякие безобразия и будет тянуть на всякие сомнительные подвиги. Надо давать им эту возможность. Не будет этой возможности, они начнут проявлять ее внутри страны. Я об этом много говорил, писал и даже предлагал избавить человечество от таких страшных вещей, как междоусобных, этнических или более глобальных войн, то это не нашло отражения. Потому что, как вы понимаете, я предлагал как раз тем, кто этими проблемами и страдает. Ну вот, поэтому физический отбор неизбежен. А если так посмотреть, в этом же году у нас год хороший, мы много чего сделали. Ну, во-первых, мы разработали технологию неинвазивного анализа индивидуальной возможности оценки энергетического баланса мозга. Он показал, что 65% населения цементирующие общество. Они, конечно, звезд не хватают, но это гарантия нашей стабильности. Около 30% среди всего населения – это люди, которые подвержены все-таки каким-то внушениям. И только где-то около 5% те, которые отдают себе отчет о происходящее, мы не поддаются на всякие откровенные глупости и провокации со всех сторон. Но при этом примерно 10% людей воспроизводится все время с той самой древней агрессивной лимбической системой. И поэтому их сток, то есть отбор искусственный, неизбежен. К сожалению, сейчас вот мы его расхлебываем. То есть агрессивное вот это поведение, оно должно проявляться. Нравится нам это? Не нравится. Но такова конструкция мозга. И здесь нужно, что называется, видеть это широко открытыми глазами, а не глубоко закрытыми. А агрессивные они без причин. Не надо им никаких причин. У них и так все нормально. Они считают, что они ведут себя в соответствии с своим биологическим предназначением. Вот нужно их, соответственно, ориентировать, чтобы это не превращалось в массовое душегубство, как сейчас происходит на юге России. Значит, как можно это делать? Это можно делать разными способами, используя серебральные особенности, которые пока не находят, как бы вам сказать, необходимого внимания среди людей, занимающихся решением всех проблем. Но хотя уже постепенно доходят. Эти инструменты управления энергетическим балансом мозга, они очень важны для человечества. Потому что это позволит избежать массы, в том числе и социальных проблем. Мне бы этого очень хотелось. Но, как и в 30-е годы среди молодых, тогда развивающихся ученых после революции, мои предложения находят соответствующего ответа. Но приведу пример. Представляете себе, 30-е годы. В 30-е годы у нас комитет, который занимается новыми, предскава КПБ, новыми разработками военно-вооружений. Там такие замечательные маршалы, как Тухачевский, Будённый. Ну, в общем, всякие хорошие люди. Я Будённого, кстати, застал в пионерские годы. Он шевелил усами на могилке Владимира Ильича сверху. Так было видно. Так вот, вот в те времена на такое заседание, такого комитета перспективного, пришел простой русский академик Семенов. Николай Николаевич. Кому интересно, тот почитает. И предложил, давайте мы будем развивать нашу военную науку немножко иначе. Как? Ему говорят, ну, у нас здесь танки, длина шашки. Усатый предлагал. Ну, вот, танки надо тысячи танков, говорил Тухачевский. Он говорит, да нет, вот вы знаете, здесь у нас разработка есть. Называется тепловая теория самосплавляющегося горения. Это на самом деле цепные реакции, он их впервые описал. То есть, на самом деле, фундаментальный аспект работы, связанный как с термоядерным взрывом, как с цепной реакцией обычного ядерного взрыва, разработал Николай Николаевич Семенов. Кстати говоря, где-то в 30-е, то ли в 36-м, то ли в 37-м году, уж не помню, он запатентовал, знаете что, такую прелестную вещь, как атомную бомбу. А вот теперь представим себе, что наш усатый, этот, любитель конных заводов или любитель танков, пробиваемых из пулемета в те времена, согласились бы на это и не выгнали Николая Николаевича пинками, ну, как ученого, ну, понятно, судьба ученого в оборонном ведомстве хорошо известна. Не выгнали бы его, а прислушались. Он принес расчеты, по которым через несколько лет можно было сделать ядерную бомбу. Какая Германия! Одна такая бомба, сброшенная на Берлин, в 41-м году утешила бы немцев навсегда. И не только их. Можно было помочь таким образом и Берлину, и Лондону. И Парижу. И все бы на этом затихло. Можно и Нью-Йорку. Не было бы многомиллионных, десятков, миллион потерь. Не было бы Холокоста, не было геноцида русского народа и всех вообще советских народов. Все зависело всего от нескольких, простите меня, военных, не очень, как я понимаю, умных людей. Достаточно было прислушаться только к одному единственному человеку. Но он не один, конечно, приходил. Пытаюсь убедить этих простофиль, шашечников и пушечников в этом простом деле. И не было бы ничего такого, чтобы откинуло нашу страну по количеству населения на десятки лет назад. Так что, к сожалению, церебральный сортинг продолжается по-старому. И надо сказать, что понимание все увеличивается. В прошедшем году как раз с упреждением эта книга из будущего, здесь уже 23-й год, вышло 5-е издание церебрального сортинга, или 4-е, не помню уже, честно говорю, 4-е издание. Переиздана замечательная книжка, пользующаяся большой популярностью. Нищета мозга, теперь она вот такая черненькая. Это не похоронные, это просто смена обложки для того, чтобы отличить одно издание от другого. Здесь уже 5-е издание, так что советую посмотреть. Вышло долгожданный «Атлас», который требовал переиздания уже 10 лет назад, «Атлас мозга человека», вот в таком виде. Так что желающие теперь могут разжиться, то есть он ушел из разряда дефицита. Ну и 5-е издание уже многократно анонсировано «Изменчивость и гениальность», где добавлен Вячеслав Сук с его выдающимся мозгом дирижера и композитора. Также я порадовался в этом году, наконец-то, в Прибалтийской республике, в одной из где издаются мои книги «Вильнюсе». Вот две книжки здесь у нас «Нищета мозга» и «Церебральный сортинг», две ключевых для понимания эволюции человечества. Они были там изданы, их неожиданно запретили продавать, хотя там эти страны, эта страна не упоминается вообще, как никакие из Прибалтийских республик. Но тем не менее, и вот наконец-то в этом году разрешили, так что их можно прикупить и вполне возможно почитать на родном языке. А так я могу сказать, уважаемые слушатели, год, в общем-то, не такой плохой, потому что всегда такие, к сожалению, кровавые события стимулируют прояснение в тех самых мозгах прозакисших, потому что становится понятно, сколько у нас предателей, сколько изменников Родины, кто у нас вредит человечеству в виде нас, кто нам друг, а кто нам враг. И это сразу как-то протирает оптику, в том числе у руководства страны, что и потом даёт возможность поглядеть на самих себя более трезвым взором. А так я должен вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения и постараться дождаться того, чтобы мы смогли начать церебральный сортинг без войн и кровопролитий. Я очень надеюсь, что следующая смена инструментов церебрального сортинга, то есть искусственного отбора мозга, она пойдёт веселее. Тем более даже военные операции видно, что востребованность специальных людей с специальными мозгами, ну, например, лиц, управляющих беспилотниками, она очень высока. А инструменты отбора пока неизвестны. Ну, это можно осуществить при известном желании. Так что я вас поздравляю, а сам придамся всяким удовольствием. У меня, мне был подарен одним из читателей замечательный напиток, скотч Роял Салю, который 21-летний. А кроме этого, специальный разведчик добыл непосредственно из бочки Роял Салю, Чивос Бразерс, 43 градуса, непосредственно у производителя изъял. Поэтому у меня две рюмочки – продажный и оригинальный секретный разведческий, которыми я сейчас и отмечу наступающий Новый год. Вот. Интересно подумать, а похожи они между собой или нет. Сейчас я вам об этом сообщу. Да, представьте себе, вытащенный из бочки на заводе производителя и налитый вот в этот прекрасный сосуд напиток идентичный. Так что, уважаемые господа, не все так плохо. Вас не всегда обманывают. Я надеюсь, что не будут использовать в церебральном сортинге самым непотребным образом. Желаю вам больше думать и меньше страдать. В первую очередь, от глупости. До свидания. Счастливого Нового года. Редактор субтитров А.Семкин